Ребята, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, чего делать нельзя при занятиях на портопиано, и тогда все неприятности, о которых пойдет речь, пройдут мимо вас. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, чаще всего к профессиональным заболеваниям относят тендовогенит, миозит, ганглии и гигромы и нервно-мышечные заболевания рук. Эти заболевания обычно возникают в результате нарушений естественных физиологических законов работы мышц, которая может быть вызвана как искажением рабочих навыков, так и отсутствием тренированности пенсического аппарата. Отдельные группы мышц из-за неправильных действий вынуждены выполнять непосильную для них работу, и чаще пренапрягаются мышцы-разгибатели пальцев и кисти, сухожилия, таким образом происходит воспаление сухожилий, это тендовогенит, или происходит воспаление мышц, это миозит. Поражение происходит по причинам отсутствия поддержки нижней мускулатуры руки, недостатка опоры на клавиши, и также встречаются случаи заболевания тендовогенитом от игры с опорой в высоко поднятые косточки. Такое даже визуальное уродство сложно не заметить, но если есть итог развитый тендовогенит, то и значит есть и прецеденты игры таким образом. От преувеличенных кистевых движений при исполнении пассажей с постоянным колебанием запястья, при кистевой игре октав без включения вышележащих частей руки, появляются шаровидные припухлости, гигромы и ганглии, болезненные и затрудняющие игру, при запущенном состоянии и удаляют при помощи операции. Также причиной ганглии может стать игра высоко поднимающимися скрюченными пальцами без включения помощи мышц ладони. Также возникновению болезни может способствовать неразвитое растяжение. Скорее всего, это игра трудных произведений, долгое время предполагающая хорошую растяжку. Причинами нервно-мышечных заболеваний могут быть и чрезмерно поднятые косточки при скованной кисти, или игра с отодвинутыми локтями и неподвижным напряженным плечом. Может наоборот, от манерных движений, когда тонус мышц настолько расслаблен, что повышена их утомляемость. Последствия такие. Боль может привести к общему расстройству нервной системы, к постоянным головным болям, к болям в руках. Играющие часто прижимают голову к плечам, напрягают мышцы шеи, шаркают ногами, перестают окончательно слушать себя. А как важно слушать себя, я рассказывала в специальном видео. Ссылочку я обязательно оставлю в подсказках или оставлю в описании. Иногда ничего не болит, но пианист делает всё то, что я описала, и это может привести к болезням. Но в любом случае, имеете ли вы уже одну из перечисленных проблем, или до болезни ещё не дошло, важно сразу же устранить неверные рабочие навыки и связанные с ними неудобства. Это очень-очень кропотливая работа, это искусство работать над собой. Научившись таким образом контролировать себя и своё состояние, вы получите цепкость и свободу в руках одновременно. Мозг начинает работать интересно, вы верно выбираете и мышечно запоминаете для себя самые удобные позиции машинально. Какие упражнения для устранения проблем надо применять, в какой последовательности, как часто, сколько по времени, всё-всё-всё. Это должно решаться с вашим педагогом, если вам посчастливилось заниматься профессионально хотя бы на начальном этапе. Конечно же, прежде всего, надо тщательно отработать простейшие элементы. Что это за элементы, я рассказываю и показываю в видео про зажатость. У меня таких видео два, это теоретическое и практическое. Ссылки на эти видео я также оставлю внизу. При работе над устранением причин развития неудобств или уже на начальной стадии болезней, нужно работать с большой осторожностью, постепенно меняя подход к извлечению звука, меняя подход к самим пенсическим приёмам, к положению пальцев. Это долгая работа, исправление будет происходить очень медленно. И случается, что в дальнейшем такие боли могут возвращаться. Но при правильном подходе их можно нейтрализовывать. Вы должны научиться применять подходящее на разные случаи оружие, то есть знать, как быть самому себе лекарем. Но всё же перед всеми пенсическими исправляющими действиями самое важное – всё это вышесказанное проводить после снятия острых болезненных ощущений. А делать это необходимо у врача. Будьте здоровы и не допускайте подобных явлений. А для этого не занимайтесь упустительством в пенетических приёмах. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok